Ограничение доступа к системе правосудия, образованию и медицины для русскоговорящих – это лишь некоторые из последствий решения судей Конституционного суда. Вот главный вывод участников круглого стола. Решение судей не было единогласным. За проголосовали четверо из шести магистратов. Как подчеркнула журналист Елена Пахомова, четверо судей, вынесших этот вердикт, являются обладателями румынского гражданства. Решение было принято на базе недостоверной информации, взятой из переписи населения 2014 года. Данные переписи населения 2014 года не соответствуют действительности. Они давным-давно были опровергнуты элементарно. В Кишиневе – это один из наиболее плотно населенных русскоязычных населения населенных пунктов. 41% домохозяйств не был посещен людьми, которые занимались переписью населения. Это часть такой фальсификации, и на самом деле унизительного процесса для русскоязычного населения. Я не очень понимаю, почему мы каждый день должны доказывать то, что мы на самом деле существуем. Депутат парламента от ПСРМ социалист Гай Квартанян, председатель армянской общины Молдовы, уверен, что проблема русского языка должна быть решена в срочном порядке. Поэтому в ближайшее время фракция социалистов представит парламенту новый проект закона о функционировании языков на территории нашей страны. Проект, который сейчас находится в разработке. Новый закон, который мы, как мы и обещали, мы его примем в этой сессии, чтобы он был намного еще более защищен от того, чтобы кто-то мог на него посекнуть. Самая главная цель – это обеспечить всех граждан, вне зависимости от того, какой они национальности и какой у них родной язык, доступом к базовым правам, базовым услугам государства. Этот закон призван объединить людей в нашей стране, объединить людей в независимости от национальности, потому что язык не может быть в 21 веке, он не может быть моментом раскола. Отдавая должное государственному языку, молдавскому языку, мы должны сохранять межнациональный мир в нашей стране. Напомним, во многих городах страны прошли митинги, в ходе которых люди требовали, чтобы русскому языку был предоставлен статус языка межнационального общения на территории Республики Молдова.